Так в чем была главная мука Карамазова? Митя? Да. Потому что он половина девяти. А именно в чем мука была? Что значит, что половина девяти? Что это осмысленно? Я понимаю, что половина не все. Что это сознательно? Сознательно совершаемый поступок. Знаю, что делать нельзя, вот то самое. Знаю, что делать нельзя. Прекрасно понимаю, что делают дурно, очень дурно. Слишком даже дурно и делают. У Митя это называется лететь плитами вверх и славить Господа. То есть верить в то, что Бог есть. И Бог может спасти человека в этом состоянии. Потому что больше спасать некому. Митя не может попросить у Кати прощения. Это как то, что мы с вами разбирали. Когда я засыпаю вам на ногу, смотрю вам прямо в глаза внимательно, ищу следы муки, а потом говорю еще спасибо. То есть извините. Извините меня, пожалуйста. Больше вы умеете не о ком попросить прощения, кроме как у Бога. В литературе, в литературе часто встречается эта тема, что князь мыслим, это как бы воплощение Христа на земле. Нет, конечно. Конечно, нет. Он ведет себя так, как мы видели. Ведет себя, не понимая чужой души до конца. Зарываясь, увлекаясь. Нет, конечно, и просить у него прощения тоже не дело. В таких грехах, которые совершает Митя, когда он половину денег берет и едет в мокрое, в таких грехах просит прощения у Бога. И только у Бога. Поэтому Митя и говорит, лететь пятами вверх и славить Господа. Не перед людьми. Не перед людьми. Не для людей он это говорит. Ставрогин живет тихо, мирно у матери. И все, зная характер и свойства Ставрогина, все уже не нарадуются, что он ведет себя чинно и пристойно. Ставрогин живет у матери. И все не нарадуются, как он спокойно и пристойно живет. Совсем на него не похоже. И только все успокоились и нарадовались, как просыпается зверь Ставрогина, лишь на время уснувший. Он приходит к губернатору и, желая, ну, как свой человек приходит к губернатору, и, показав, что хочет сказать что-то по секрету, тот подставляет ухо, и Ставрогин прикусывает, прибольно прикусывает ему ухо, потом вежливо кланяется и уходит. Председатель дворянского собрания имеет дурацкую привычку, надо или не надо повторять, вы меня за нос не проведете. И когда еще в очередной раз, прилюдно, он не кстати употребил это выражение, Ставрогин крепко, очень сильный Ставрогин, крепко взял его за нос пальцами и провел вокруг стола. Потом извинился, поклонился вежливо и вышел. Ну, весь город потрясен. Но буквально через день Ставрогин валится с горячкой. А всем известно, что перед горячкой человек находится в таком состоянии, когда он как бы все понимает, а как бы уже не совсем. И весь город валом валит к матери Ставрогина с соболезнованиями. А почему весь город валит с соболезнованиями? Потому что если иначе, если по болезни, то, слава Богу, надо соболезновать и даже не некоторым образом извиняться за подозрения. А если не по болезни? А если не по болезни, то это слишком страшно. Поэтому весь город радостно, почти торжественно идет к матери Ставрогина с соболезнованиями бесконечно. И только некоторые в городе втихую замечают, что а вообще-то, может быть, и не по болезни. Лишь немногие посмириваются тихо высказать эту мысль. Потому что, кстати, тихо и немногие, потому что слишком страшно. Если не по болезни. Из столицы приезжает гвардейский офицер, сын этого самого проведенного за нос. Это понятно, приезжает в ярость. Это понятно, потому что если ты служишь в гвардии, а твоего отца где-то в провинции провели за нос по той или иной причине, то в гвардии служить трудно. Необходимо смыть. И он, сразу же заявившись, город, сын оскорбленного, и сам оскорбленный, разумеется, формальный вызов на дверь шлёт Ставрогин. Ставрогин в ответ, вы не поверите, Ставрогин в ответ извиняется, просит прощения. Поймите, так не бывает. Если есть формальный вызов на дверь, ты не можешь попросить прощения. Тебя больше нигде не примут. Тебя больше нигде никогда не примут. Все двери будут закрыты. Потому что это недостойное поведение. Даже Зосима, когда он решил уйти в монахи, он же был тоже офицером сначала, когда решил уйти в монахи, а тут случилась дуэль, он не стал стрелять, но он не стал стрелять только после того, как выдержал выстрел. Только после того, как он выдержал выстрел, он извинился, и то это было признано сомнительным поведением. Потому что, возможно, человек испугался повторного выстрела. Потому что, если выстрелит он, будет перестрелка. И только когда все узнали, что он собирается в монахи, все рассмеялись, сказали, ну тогда понятно, тогда ладно. Но даже Зосима пришел на дуэль, выдержал выстрел, только тогда попросил прощения. А Ставрогин до дуэли просит извинения. Так не бывает. Только Ставрогин в состоянии сделать такой поступок, совершить поступок. Это в стиле Ставрогина. Он делает всегда невозможные вещи. Это вот одна из самых невозможных вещей, которые он сделал. Он, совратив маленькую девочку, собирается издать брошюру, где рассказывает, как он ее совращал, как совратил, как она после этого повесилась, потому что убила Бога. Он собирается это издать. Это Ставрогин. Он не делал этого, правда, по замечательной причине. настоятель монастыря, когда Ставрогин приходит ему посоветоваться, он говорит Ставрогину, вы думаете, наверное, что вас будут гнать, преследовать, что вас будут ненавидеть. Вы ошибаетесь. Над вами будут смеяться. И Ставрогин не издал кашу. И Ставрогину прошу не издал. И смеяться, конечно, не на тем, что он совратил маленькую девочку, которая посредствии повесилась, точнее говоря, средствия повесилась, а смеяться будут над тем, что он издал брошюру. В этом поступке есть что-то смешное. А Ставрогин единственное, что не может стерпеть, это смех над собой. Он готов к гонениям, он готов к самым невероятным, эпатажным поступкам, готов всегда и делает их постоянно. Но вот один из поступков, он на формальный вызов на дуэль извиняется письменно. если бы это извинение пошло бы по рукам, стало бы известно, его бы, как я уже сказал, никуда бы, никогда бы не приняли. Нигде бы. Все двери были бы закрыты. Ибо это не дворянский поступок. Но Ставрогин его делает. Что делает Ставрогин? Ставрогин принимает вину на себя. Ставрогин принимает вину на себя. Я уже 10 раз говорил, что Достоевский все время ставит героев на эту грань между слабостью и грехом. Между по существу безгрешием, потому что по слабости, ну что ж по слабости, так по слабости. И сознательным грехом. Здесь Ставрогин тоже стоит на этой точке. По болезни. Если бы не был такой островогатный человек, он, наверное, и по болезни поступил как-то иначе. Но как бы то ни было, по болезни это одно, а сознательно это слишком страшно. Это совсем другая логика. Ставрогин раз просит прощения, то как бы признает, что сознательно это делал. И гвардеец, пришедший, приехавший и вызвавший на дверь, он тоже убежден, что Ставрогин сделал это сознательно. Потому да так и взбешу. Что является средством того, что Ставрогин так невероятно поступил? Казалось бы, подвиг. Просто подвиг. Взять он на себя в ситуации неочевидной. В ситуации, где можно было бы сказаться на слабость. Он и сам, наверное, не понимал по слабости или действительно случилась горячка. Он и сам не мог до конца дать себе ответ. И как во всех остальных случаях, которые мы разбирали, человек принимает решение сам. Больше некому принять. Как генерал Ивелдин принимал решение сам, больше некому принять. Как она здесь и Филипповна принимала решение сама, потому что некому принять другого решения. человек принимает решение в ситуации, где это решение зависит от него самого. Он делает это произвольно, не вынужденно обстоятельствами. Ставрогин сам не очень знает, болезнь это была или не болезнь. Но Ставрогин сознательно, свободно. может быть... Федор. Что-то вы закрываете, закрываете, она не закрывается. Я не стал. А. это истинная дверь. Черт. Генерал Ивелдин добровольно принимает решение, что он украл. Не под влиянием обстоятельств объективных, их нет. Их нет. Анастасия Филипповна принимает решение добровольно, произвольно, вольно, потому что объективных обстоятельств за то, что она именно совершила грех, а не пала жертвой обстоятельств. Тоже нет. Даже для нее самой нет. Она принимает это как человеческую позицию. Признает, что она подлая. и все остальные точно так же принимают решение совпадения. Ставровин тоже абсолютно в этой же ситуации. Нет объективных ситуаций, которые подсказали ему его грех. Но он принимает грех добровольно. И делает вывод из этого. Он просит прощения, что практически не теоретически никак. Просто невозможно. надо видеть, что это просто невозможно. То, что делает Ставровин, а он делает. И что же является следствием? Наш гвардеец пришел в ярость. Как? Ты моего отца за нос провел, а теперь прощение просишь. Отца за нос провел, а теперь прощение просишь? Он пишет Ставровину если не выйдете на дверь, я вас просто публично побью палкой. Ставровин делать нечего, идет на дверь и стреляет мимо. Стараясь стреляет мимо, но поскольку дверь серьезная, расстояние близкое, как мы с вами уже видели, в другой двери это видно, что он стреляет рядом, а он не хочет оскорбить. Но видно, как человек стреляет рядом. и гвардеец просто расстояние было близко, промазать было очень трудно, у гвардеца затреслись руки от ярости. Как? Ты моего отца за нос провел, теперь стреляться не хочешь? То есть всякая попытка обратиться к людям, о чем я говорю, попросить прощения, подставить лоб, делать сколь угодно невозможные вещи, оборачиваются новым оскорблением. Нельзя с таким грехом, если он сознательно одному прикусил ухо, а другого сознательно провел за нос, внимательно глядя ему в глаза, то после этого обращаться к людям с прощением невозможно об этом сюжет. Даже чуточку странно, что Савродин этого не понимает. Наверное, он увлечен силой и невероятностью своего поступка. Кириллов, который был секундантом, Ставрогин, для которого Ставрогин солнце, недоволен Ставрогином, Ставрогином, казалось бы, как может быть, чем-то может быть недоволен. Человек взял вину на себя, человек самым невероятным образом попросил прощения, человек наконец подставил лоб. Но тот, он просил прощения, тот, кому он подставил лоб, просто уничтожен. Просто уничтожен, сидел к нулю. Это очень похоже на самом деле на то, как Печорин уничтожил Грушницкого. Тоже вроде бы виноват Грушницкий, вроде бы Печорин лоб подставляет, а на самом деле Грушницкий уничтожен. Здесь совсем нет прямого сходства. Но там доктор Вернер высказал недовольство с Печориным, хотя казалось бы, чем Печорин виноват. А здесь Кириллов выражает недовольство, и когда в раздражении Ставродин спрашивает, что, что, что вы еще хотите от меня, чем вы недовольны, Кириллов отвечает, заслуги нет. Нет заслуги. Он уничтожил человека, желая, правда, желая от самого себя подвига. Он увлекся признанием вины, увлекся поставлением лба и не заметил, что уничтожил человека. Но не мог же без конца стрелять в Ставрогина, который явно на него не стреляет. Это же невероятно. Ставрогин просто бросил пистолет, плюнул, махнул рукой и ушел с доверия. ничего не получилось. Нельзя просить прощения за такие поступки, за сознательный грех, нельзя просить прощения у человека, у того человека, которого ты оскорбил. Оскорбил ненароком, по ошибке, по слабости, да, проси прощения, умоляй, может быть простит, но сознательно совершенный грех отрезает тебя от людей. Тебе некому обращаться, кроме как к Богу. Неискупимо от людей такого рода вина. Неискупимо от людей такого рода поступки. Сознательно совершаемый грех. Поэтому снова возвращаемся к Мите, к его единственно правильному фразе. Знаешь ли, что значит лечить питание вверх и славить Господу? Иреша отвечает «Знаю». Но еще раз повторю, что Алеша, когда шел с колбасой, Грушеньки, не помнил об этом и не мог сказать этой фразе, и не прозвучала бы она в устах Алеши. И только Митя, один из всех Карамазовых, это действительно понимает. Понимает в нужный момент. Не до греха, не после греха, а в самом грехе. когда он летит питание вверх, тогда-то он и славен Господу. Интересно сравнить. Честно сравнить героев Достоевского с героями Шекспира. Вот Гамлет. Гамлет едет на похороны, попадает на свадьбу. И на похороны отца попадает на свою матери. Он с Бешон. Он обвиняет. Он сразу обвиняет мать, а потом, когда явился призрак, обвиняет отца. Он судит. Гамлет судит. Не судите, для него позиция незнакомая. Гамлет судит. Судит других. И Шекспира показывает, как человек, ставший на путь суда, оказывается потерявшим почву. Когда является призрак, казалось бы, призрак говорит Гамлету всеми словами о случившемся. Но первое, с чем обращается Гамлет к призраку, это вопрос, кто ты, посланник ада или рая. И все дальнейшее поведение Гамлета показывает, что он не верит призраку до конца. Он не то, чтобы не верил, он просто не знает, правда это или нет. Кто он, этот призрак, посланник ада или рая. Он пришел смутить его покой, обмануть Гамлета или сказать правду. Гамлет этого не знает. Он пытается проверить слова призрака, но полного подтверждения не находит. Он замирает, от него ждут либо стать на сторону Клавдия, правителя Запонного, либо поднять бунт против него, а он не знает. Единственное, что ему остается сделать, и что он собственно делает, он притворяется полусумасшедшим. Он делает вид, как будто бы он не в себе. Повторяю, это совершенно естественное поведение со стороны Гамлета. он не знает, какое решение принять. Он не принимает призрака, безусловно. Не понимая, какое решение принять, он откладывает решение, пока притворившись полумарешенным. Только в этом состоянии он может отказаться от выбора, а выбора он не сделал. и так никогда и не сделает. В этой сцене с актерами Гамлет воскресает сто золотых до каждого слова призрака, но до конца он все равно не убеждет. А самое воскресание показывает, что он проверяет призрака. Он не верит его словам. Он проверяет слова призрака, вся эта сцена затеян чтобы проверить, а результата все-таки окончательного нет. Потому что волнение и поведение Клавдия может быть все-таки объяснено как-то иначе. Это не окончательное доказательство. Это как бы театральное доказательство происходящее. что мы видим в образе Гамрита? В образе Гамрита мы видим мысль Шекспира о том, что человек, ставший на путь суда со своим конечным человеческим умом встает на зыбкую почву. Он не находит твердой почвы под ногами. Он хочет судить. Его цель судить. А цель Гамрита именно судить. Но Гамрит не находит почвы под ногами. Твердых оснований для суда. И самым жалким образом остается под маской безумцев. Под маской легкого помешательства. Клаудий. Оппозиция Гамлета. Оппонент Гамлета. Клаудий не может молиться. Клаудий хочет молиться, но не может молиться, потому что он уверен, что он осужден. Клаудий уверен, что Бог к нему не поворачивается и не повернется, не простит. Зачем прощать того, кто тверд в грехе? При мне мне все то, зачем я убивал моя корона, край и королева. Клаудий не понимает, за что он может быть прощен Богом, поэтому бессмысленно с его точки обращаться к Богу в молитве. гамлет судит Клавдия, а Клавдий судит себя. Гамлет почти что осудил Клавдия, а Клавдий окончательно осудил себя. Гамлет и Клавдий два сапога, которые пара. два совершенно одинаковых сапога, только один левый, а другой правый. Один судит другого, а другой осудил себя. Позиция суда, она общая у них. И слушайте, не важно, что один судит другого, а другой осудил себя. Важно сама позиция суда, осуждения. А ее разделяет и Гамлет, и Клавдий. И опять-таки мы видим бесцельность этой позиции, опустошенность этой позиции. Клавдий просто опустошен. Клавдию в голову не придет эта странная мысль, Митина, лечу питание вверх и славши Господа. Знаете, насколько в разных позициях находятся герои Достоевского и герои Шекспира. Насколько велика разница. Один сознает, что грешит, но не судит себя и надеется на суд Божий. А другой уже от имени Бога себя осудил. Клавдий от имени Бога себя осудил. Он не может обращаться к Богу в молитве. Он летит питание вверх, да, он летит питание вверх, но он осудил себя за это. И осудил от имени Господа. Это действительно трагичная ситуация. ситуация шекспировских грешников. Маркбет. Не знать себя, чем знать, что ты садеял. Какая сила самоосуждения. Какая абсолютное самоосуждение. Не знать себя, чем знать, что ты садеял. это шекспировские грешники. Это грешники, осудившие себя. В этом их трагедия. Если трагедия Гамлета в том, что он берется судить и не может найти почвы для этого, твердой, основательной, когда можно было бы на себя взять руку Божию. То Клавний все точно знает и осуждает себя без возврата. Кстати, королева-мать полностью оказывается в положении своего нового супруга. Гамлет приходит к Гертруде и говорит вещи, которые даже как-то читаешь и глазами не веришь, что такое можно сказать женщине, тем более матери. Он говорит о потных от страсти простынях, говорит о чувственном грехе матери. Невероятно. Кертруда сначала возмущена, а потом она обращается к Гамлету с мольбой с мольбой. С мольбой прекратить. Ты повернул, она говорит, ты повернул глаза зрачками внутрь. А она этого не делает, она этого боится, она этого не может делать. В сущности, это просто более слабый преступник, неже Клавдий, который повернул глаза зрачками внутрь и увидел черноту и больше не может обращаться к Богу. Иртруда боится этого, что ее зрачки повернутся внутрь и увидят черноту. То есть, что Иртруда также точно себя осудила, как и Клавдия. Она находится в том же положении, что и Клавдия. Она не поворачивается зрачками внутрь, дабы не увидеть черноту. Она к убийце не имеет ни малейшего отношения, но у нее своя чернота. Чернота измены, чернота измена памяти свои грехи. Но она находится в том же положении самоосуждения, что и Клавдия. Ты повернул глаза зрачками внутрь. измени, краше всех Афилия. Вот кто хорош, кто совсем хороший. Отече просто лучше всех. Отец предлагает ей измену. Отец предлагает изменить Гамлету, предать Гамлета. Он говорит, ходи здесь, Гамлет обязательно подойдет к тебе, а мы с королем постоим рядышком, да послушаем. Это предательство. Гамлет с первого слова понимает, Гамлет подходит к ней, с первого слова понимает, что он предан. почему Афилия предает его? По закону. Слушайся отца и мать. Почитай отца своего. Это одна из главнейших заповедей. Если бы Гамлет стал мужем, то она бы прилипилась к мужу, опять же, по заповедям. И ни за что бы его не предала. Но поскольку Гамлет не знамо кто ей, хороший знакомый, а отец есть отец, то она слушается отца и предает Гамлета. Гамлет с первого слова понимает, что предан и посылает Афилию в монастырь. Он резко, необъяснимо резок и груб с ней, почему впервые в жизни. Надо так понимать, впервые с ней так резко обходится. Она в недоумении. Почему вдруг так, а на самом деле еще на поведомстве она предала. Предала по закону по закону. Почитай отца своего. Как видите, все находятся у Шекспира, все находятся в ситуации закона. Все подзаконны. есть два рода религии. религия закона и религия благодати. Два вида религии. Религия закона и религия благодати. мусульманство, иудаизм. Все религии, кроме христианской, это религия закона. Что значит религия закона? Религия закона Бог это судья. Высший судья. Серьезный в духовных течениях никогда нет однозначного суда. Вот ты что-то сделал плохое тебе сразу по голове. Сделал что-то хорошее тебе булочку сверху. Потому что есть такая вещь как испытание верой. В Ветхом Завете очень много замечательно красивых мест, где говорится о смысл которых доколе. Доколе в мире будет царство и зло. Доколе праведники будут гонимы, о злодеи власти. Доколе Господи иудеи много веков напряженно ждали Мессию, который наконец совершит суд. Наконец-то будет праведный суд. Несмотря на испытание веры, иудаизм это религия закон. И вот к этим иудеям явился Христос совсем другой мыслью, с мыслью о спасении. Он пришел, Христос пришел не как судья, а как спаситель. Кого спасать? Неужели праведников? Спасать, конечно, грешников. Спасать, конечно, грешников. Что суд на Христоса сделал? Что сделал Христос? Зачем он пришел? Он принял крестную смерть за грехи людей. Это похоже на суд. Это хоть чем-нибудь напоминает суд над грешниками. Христос принес себя в жертву за грехи людей. Разумеется, иудеи его не приняли. И сказали, распни его, распни. Разумеется, не приняли, они ждали судью, а пришел Спаситель. Христос мимо почитаемых людей идет к буднякам и мытарям, его спрашивают, почему ты идешь к ним? Христос говорит, я пришел в них здоровый, я пришел в больницу. о каких грешниках идет речь? Речь идет, разумеется, о кающихся грешниках, о тех грешниках, которые летят питанием вверх, о кающихся грешниках. причем Христос в своих притчах, самых известных притчах, в том числе очень, очень очень ясно противопоставляет совершенство и покаяния. например, мытарь и фарисей. Фарисей это очень почитаемый среди иудеев человек, а мытарь это сборщик податей, сборщик налогов из своих, из евреев, которые собирают налоги от своих в пользу Рима. То есть предатель. Вот в данте 32 круга ада, чем ниже, тем хуже. На самом последнем круге предатели. Мытарь и фарисей стоят в храме и фарисей говорит по совершенно разумные вещи. Фарисей говорит спасибо тебе Господи, что ты дал мне силы соблюдать твои заковеди. Разумная и скромная речь. Спасибо Господи, что дал силы брести твои заковеди. А мытарь ничего не говорит. Мытарь опустив глаза и не в силах поднять глаза от стыда за самого себя. Мытарь не в силах поднять глаза за стыда перед Богом. За стыда перед Богом. И раздается голос Бога. Спасется скорее мытарь. Видите, как отчетливо противопоставлено здесь. Как ясно противопоставлено позиция совершенства и позиция кающегося грешника. Позиция относительного совершенства, конечно. тем не менее позиция совершенства позиция чего-то достигнутого человеком и позиция покаяния. Покаяния человека, который знает только то, что он ничего не может. Знает только то, что он виновен и что он грешен. Я беру самые известные известные притчи. Притча о блудном сыне. У отца два сына. Один послушный его воле, а другой блудник. Этот младший сын берет принадлежащую ему часть наследства, уходит в город, и там прокучивает его. Прокутив, проблудив все свое состояние, он обнаруживает себя самым последним работником на ферме, которого кормят вместе со свиньями. И он задает себе вопрос, а что же я так? У меня же есть отец. И вот этот блудный сын идет к отцу, не в силах поднять глаза за стыд за себя, за свой стыд, за свой позор, за свое ничтожество. Не в силах поднять глаза. и отец, завидев его, говорит, у нас сегодня праздник, у нас сегодня праздник, забейте лучшего бычка в стаде, у нас будет пив. праздник. тогда возвысил голос старший сын. Отец, я столько лет был в послушании тебе, ни разу тебя не ослушался, и ты ни разу для меня не устроил праздник. Отвечает Отец, нет на небесах больше радости, чем возвращение грешника, чем покаяние грешника. Совершенно такое же противопоставление, еще раз подчеркну, совершенно отчетливо произучающее у Христа противопоставление совершенства и покаяния. нет на небесах больше радости, чем кающийся грешник. И даже собственно в церкви придете, целью является причащение тела и крови Христовой, а перед этим обязательно таинство исповеди. Обязательно это таинство, это чудо, чудо исповеди. Смысл этого чуда в покаянии? Ты каешься и перед этим идешь, покаявшийся, в покаянном состоянии идешь к Богу. Обращение к Богу через покаяние у Христиан. Это трудно понять, трудно принять. Христа спрашивает, почему ты собственно излагаешь суть своего учения в притчах, то есть в наскажениях. Христос отвечает, имеющие уши да услышит. Можно в самом деле утверждать, что в христианском вероучении нет ясного логического изложения. ну как же так, я помолв очень много спорил с буддистами, а помню они совершенно недоумевали. Ну и что, если ты покаялся, так справляйся. Если ты знаешь свои грехи, справляйся. Зачем знать грехи, если ты не заверяешь исправляться? Непонятно, буддистам решительно непонятно, что все это может означать. Действительно, поделать в буддистский храм, там к учителю приходят люди, ученики и говорят, что я за эту неделю что-то сделал лучше. в чем-то я преуспел, хоть чуть-чуть. Вру теперь не каждые пять минут, а только каждые две минуты. Что невероятно, конечно, но все равно вранье, конечно, и это-то вранье. Но кажется человеку, уже хорошо, что кажется. Уже хорошо, что он стремится и понимает, что врать не дурно. Все, то человек приходит, считается, что чем больше достоинств, чем ты ближе к Богу, через достоинство ты ближе, становишься ближе к Богу. Христианство не так. Христианство через покаяние ты ближе к Богу, а не через достоинство. Поэтому, если вы придете к батюшке православному, на таинство исповеди и скажете, что я вот за последнее время чуточку преуспел в этом, хоть капельку, вот куплю теперь не полтора мотов после обеда, вот мое одно достижение, мое другое достижение, вот, он вас выгонит, выгонит, ну, не выгонит, объяснит, что вы пришли не туда и не с тем. Что от вас ожидается покаяние сознания своего греха, а не отчет о достигнутом. А отчет о достигнутом нет ничего дурного сам по себе, но в христианстве таинство и исповеди это покаяние. Ты исповедуешься в грехах, а не в успехах. религия закона и религия благодати. Бог судья и Бог спаситель. Это разные религии, разные взгляды на человек. Первый русский митрополит, когда христианство пришло на Русь, написал маленькую, но очень разумную, внятную, толковую работу о законе и благодати, где все поставил с самого начала на место. Что на Русь пришла религия благодати, которая вполне определенно отличается от религии закон. Два художника, два великого художника. Чем Шекспир интересен с этой точки? Он интересен тем, что он понимает тупик суда, суда над другими, суда над собой. Он понимает тупик, трагичность, неразрешимость этой позиции, невозможность этой позиции. Но Шекспира и намека нет на другую точку зрения. Это любопытно. Шекспир понимает невыполнимость трагичной ситуации самоосуждения. Но по-видимому даже не догадывается о том, что есть другая точка зрения. А у Достоевского все летят пятами вверх и все так или иначе, не так отчетливо и разумно, как Митя Харамазов, но так или иначе славят Господа. Все понимают эту ситуацию. И Алеша, разумеется, тоже понимает. Хотя не момент греха, но в принципе он эту ситуацию понимает и принимает. Знаешь ли ты, что значит лидить пятами и славить Господа, пятами и веры? Да, знаю, знаю. Очень знаю. Достоевского так или иначе все знают эту точку. все так или иначе на этой точке стоят. Воспринимают сознание греха как основу внутреннего мира. Генералы Волгина, Анастасия Великова, Катерина Ивановна, они все понимают сознание греха как основание внутреннего мира. А у Шекспира сознание греха это самоосуждение и какое там основание. Это конец внутреннего мира. У Достоевского спорной ситуации тот же генерал Ивлгин спорной ситуации украл или не украл сознательно и произвольно берет вину на себя и видит в этом свое достоинство. Видит в этом основание для собственного внутреннего бытия. А Клавдий берет беря вину на себя вынужденный взять вину на себя потому что куда же денешься при мне все то зачем я убивал. Беря вину на себя тем самым заканчивается взять внутреннюю вину. Попадает в тупик генерал Ивлгин делает открытие приняв вину. Клавдий приняв вину оказывается прямо противоположной ситуации. Оказывается в безвольном тупике. Это разные мировоззрения историки спорят Шекспир был католиком и протестантом. Шекспир был протестантом. Шекспир был протестантом. Не о чем тут и спорить. Исторические факты двусмысленны. Но не двусмыслен смысл Шекспира всех трагедий. Это протестантизм который как раз-то и заменил таинство благодати таинства на закон на светский человеческий закон. А если не человеческий то все равно закон. В этом смысл соскользания католичества в протестантстве. раз у нас такая пошла богословская лекция, достоевская лекция. Хочу заметить, что Достоевского без христианства бессмысленно вообще-то. Моя цель не читать вам богословские лекции, а просто по мере слабых сил что-то объяснять достоевская лекция, без христианства, без мыслей. Князь Мышкин несколько раз высказывает эту мысль, и она в дневниках писателя присутствует. Католичество хуже, нежели безверие. Католичество хуже безверие. Эта мышь князя Мышкина никак не влияет на ход романа, но мышь высказывается как важное. Ее надо бы понять. Окружающие считают это ужасным преувеличением. Ну, все-таки католичество это вера, и христианская вера, вера во Христа, а безверие это безверие. Но князь Мышкин настаивает, что в каком-то смысле католичество хуже безверия. Его никто не понимает. В чем тут дело? В чем вообще догматическое расхождение между католичеством и православием? расхол христианства на восточную христианство и западное христианство произошел очень давно, и догматический смысл его кажется совершенно абстрактным. Католики утверждают, что вот это у нас Бог Отец, вот это Бог Сын, и католики утверждают, что Святой Дух нисходит на Сына и исходит от Сына. Филиопа и от Сына. Святой Дух нисходит на Сына и исходит от Сына. А православное восточное христианство утверждает, что Святой Дух нисходит от Отца к Сыну и упокаяется в Сыне. Не исходит от Сына. Не исходит от Сына. В одном случае исходит от Сына далее в мир. Куда далее в мир? В другом случае не исходит от Сына. Казалось бы, совершенно догматическая вещь, какая-то богословская абстракция, не имеющая в жизни никакого отношения. Это не так. Не так это потому, что когда Христос вознесся, Он оставил Церковь. Церковь это тело Христова. Церковь это тело Христова. Поэтому вопрос заключается в следующем. Либо Святой Дух не сходя в Церковь из Церкви исходит в мир, либо Он упокаяется самой Церкви. Церковь два разных смысла церковной жизни. Либо Церковь активна по отношению к нему, либо она ждет, что человек придет в Церковь и там будет каяться, и на него с него идет благодать. Либо Церковь пассивна. Во втором случае Церковь пассивна и ждет мирянина, который придет в Церковь, каяц. В другом случае Церковь активна сама идет мир, а значит сама судьба. Ну и католическая церковь действительно активна. Мы это знаем. Западное христианство это совсем одна история, восточное христианство это совсем другая история. Западное христианство это активность, западное монастыри это университеты. Западное христианство активно вторгается в политику и в самом рассвете как католичество папе поклонялись неформально поклонялись императоры. Она была власти больше, чем императоров. Наконец крестовые войны. Посмотрите, что православные устроили крестовые войны. католическая церковь распространяет Святой Дух в мир самым активным образом. А где распространение, там инсульт. И заканчивается это все-таки протестантизмом. Я не собираюсь судить, осуждать какие-то направления. я констатирую факт. Заканчивается это сползанием все-таки протестантизм. Обещал не судить, все-таки сползанием протестантизм. Всего почти светской, уже светским способом веры. когда князь Мышкин говорит католичество в определенном смысле хуже, нежели безверие, он имеет в виду именно это. Что в католичестве с точки зрения князя Мышкина и с точки зрения православия существенно изменена, извращена природа церкви. где люди каются, это место, где каются, а не откуда исходит спасение мира. То есть это продолжение темы суда и спасения. Православная церковная концепция, концепция церкви предполагает, что церковь для того, чтобы там каяться надежды на благодать Бога. А католическая концепция церкви в том, чтобы идти в мир активно через политику, войны, университеты, образование, науку, идти в мир, завладевать миром, а не ждать от мира покаяния. Это совершенно разные истории. Мы имеем через церковь, казалось бы, такая абстрактная вещь, вот я тут с теми стрелочками показал, зону филиоквы, ну и что, от сына, не от сына. Громадная разница. Громадное различие. И это тоже относится вот к нашей теме. Католичество, там, где, еще раз скажу, там, где влияние на мир, конечно же, суд. Мир идут с благой целью, с победой добра над злом, то есть, усовершенствование мира, овладение мира, завоевание мира всеми возможными способами. И совсем другое дело, покаяние в надежде на благодать. Поэтому, когда мы говорим, что есть религия закона и религия благодати, мы говорим, что христианство это религия благодати, то надо иметь в виду, что ситуация сложнее. Католичество это все-таки, конечно, никто не собирается отрицать, что это христианское. И там тоже верят Христа, Христа это смешно, это отрицать. Но католичество все-таки в значительной степени религия закона, а не религия благодати. В значительной степени это религия закона. А не религия благодати, хотя является христианством. И это князь Мышкин имеет в виду. Лучше безверие, мысль князя заключается в том, что лучше безверие, чем извращение веры изнутри. Князь Мышкин очень резок к своим суждениям, зато определенный. В известном смысле католичество хуже, нежели простое безверие. звери отворачиваются от Христа, а католичество в глазах князя извращает священие Христа. Поэтому, возвращаясь к истории Шекспира, не так уж важно было католикам или протестантам, это, конечно, любопытно, но не так уж важно было католикам или протестантам, важно то, что его поэтика, шекспировская, колоссальная шекспировская поэтика, строится на трагедии самоосуждения, на трагичности, бессмысленности, бесцельности самоосуждения. И нигде Шекспир, по-видимому, не открывает дверцу, хотя бы маленькую дверцу в сторону того, что проповедует православие и о чем пишет Достоевский. Достоевский совсем другая поэтика. Две разные поэтики, два разных вероучения и две разных поэтики. Все на сегодня. Спасибо. Спасибо.